ДИНАМИК СЛУХОВОЙ Продолжение освещения. Левая грань у нас пустая. Снизу микрофон. Сбоку качелька громкости и кнопка включения. Сверху джек 3.5 и микро USB. По контуру телефона у нас проходит якобы псевдо металлическая рамка маленькая. Но это все пластик. Просто покрашен под металл. Задняя часть у нас выполнена также из пластика под кожу. Что-то похожее на Samsung Galaxy Note. Вот такая вот шероховатая поверхность. Очень-очень тактильно приятно. Логотип Lenovo, динамик, двойная вспышка и камера. Под капотом у нас находятся две сим-карты и карта microSD. Батарейка у нас заявлена на 2500 мАч. Заряжается очень быстро в течение часа 20. Встречает нас 5.5 дюймов. Как я сказал очень яркий дисплей. Эта яркость еще не на всю. Яркость у нас можно добавить. Шикарные углы обзора. Вот такие вот у нас углы обзора. Я думаю неплохо. Картинка почти не выцветает. Настройки у нас выглядят на белом фоне. То есть здесь стоит уже лаунчер Lenovo. О телефоне. И давайте посмотрим. У нас есть информация об устройстве. Lenovo A916. Действительно версия Android 4.4.2. Номер сборки 8 ядер по 1.4 ГГц. 1 ГБ у нас оперативной памяти и флеш-накопитель на 8 ГБ. Можно также вставить флешку. Я уже сказал. Ну что давайте начнем как всегда с тестов. Синтетика рулит. Мультитач на 5 касаний. Я думаю неплохо. Лучше чем было бы 2. Как в обычных бюджетках. Это бюджетка, но здесь уже 5. Очень-очень даже неплохо. По тачу претензий нет. NanoMark у нас набирает 59,9 фпс. Что неплохо на HD разрешение. Mali 400 MP видеоускоритель. Antutu. 23 019 баллов. По информации у нас. 32-битная система. MTK 6592. Старенький процессор, но хороший. Как я сказал уже здесь 1 ГБ оперативной памяти. 13 у нас камера. HD экран. 8 встроенной памяти. Видеоускоритель Mali 400 MP. Ну и вот собственно датчиков тут очень-очень мало. Приближение есть. И датчик освещения. Гироскоп. Батарею данный телефон держит в течение полтора суток при средней нагрузке. При активной нагрузке сутки. Как все мы привыкли уже заряжать каждый день телефон. В принципе это нормально. GPS значит 11 спутников нашел. Прицепился. Ну это в квартире. Я живу как бы здесь везде дома. Поэтому очень-очень плохо берет. Но поверьте мне. На улице когда я был. Там все адекватно ловит. То есть если вы будете в машине ехать. Либо может быть еще на чем-то. То все у вас будет хорошо. Так что вот такие вот дела. По тестам у нас значит все. Что могу сказать по связи. Собеседник меня слышал хорошо. И я его также отлично слышал. Без проблем. Ну а так друзья. Для сравнения. Вот мой Galaxy Note Edge. В принципе мой просто немножко шире. Ну а так. По длине так же самое. Только здесь 5.5. А здесь 5.6. Ну и вот крышка собственно. Как я и говорил. Под кожу. Телефон однозначно советую. Дешманский. Стильный. Функциональный. Сервисы Google здесь присутствуют. Ничего не нужно допиливать. Китайщины также нету. Все здесь хорошо. Сейчас интернета просто нету. Поэтому оно картинки не загрузило. Ну вот допустим фоточка. Кошак видим. Очень-очень далеко. Качество отменное. То есть вот можно рассмотреть плиточку. Все какие-то надписи. Которые на дверях. Здесь это все хорошо. Днем снимает. Ночью конечно если снимать со вспышкой. Будут шумы. Но это не критично. Также видим вот фото. Видим цветочки. Здесь прорисовочка. Все хорошо. Был просто пасмурный день. Солнышка не было. Но так же все можно хорошо рассмотреть. Вот допустим церковь недостроенная. Тоже все можно хорошо рассмотреть. Камере претензий нету. Видео снимает тоже неплохо. Ну давайте друзья еще послушаем какой у нас динамик. Давайте запущу пару игрушек. И собственно вы все оцените. На этом у меня все друзья. Ссылка будет в описании под видео. Можете смело заказывать. Есть разные цвета. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всех вас люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok